Друзья, привет! Ну что, дождались поклонники Toyota? Девятое поколение Camry прямо передо мной. Да, это пока прототип, но совсем скоро, в начале следующего года, автомобиль начнет продаваться. Сразу плохая новость, это не абсолютно новая машина. Это та же самая фактически Toyota Camry, которая построена на прежней платформе. Более того, многие детали не изменились. Дверные проемы, посмотрите, крыша, кузов, все осталось прежним. Toyota решила не делать совершенно новую Camry, а глубоко модернизировать прежнюю. Но давайте все-таки я вам расскажу, что в ней изменилось. Посмотрите на переднюю часть этого автомобиля. Теперь она оформлена в корпоративном стиле. Точно такие же по стилю фары вы сможете найти в новом Prius. Такой же стиль передка в Toyota BZ-4X. Вот такое вот сложное название. Но я скажу, что Camry обновленный, я буду ее называть именно так, обновленная Camry, она идет, эта мордочка. Посмотрите, какие вот скобки фар, псевдорешетка радиаторов. Все это такими гранеными отрезами сделано в стиле Lexus. Смотрится вполне-вполне неплохо. Но вот в профиль особенно заметно то, что автомобиль не изменился. Боковины, дверные проемы, остекление, все осталось прежним. Да, поменялась задняя часть, пойдемте посмотрим. Ну вот так теперь выглядит задняя часть обновленной Camry. Смотрится вполне неплохо. Такой минимализм, примерно такой же у конкурентов Honda присутствует. Но здесь, посмотрите, те же скобки заходящие. Да, тойотовцы исходили из того, что было. Я имею в виду разъем багажника. Вот это вот все осталось прежним. Надпись Camry стала шире, но там же. Но вот это вот самое важное изменение в Toyota Camry. Теперь больше нет V6. Можно про него забыть. Toyota Camry, по крайней мере на большинстве рынков, и вот тойотовцы не говорят, что будет что-то другое, будет предлагаться только с гибридной силовой установкой. Куда будет входить 2,5-литровый 4-цилиндровый двигатель и 2 или 3 электромотора. Три электромотора полагаются полноприводной Toyota Camry. Да, теперь на многих рынках она будет предлагаться с полным приводом. Раньше такое было, по-моему, только на домашнем японском рынке. Кстати, в Японии больше этот автомобиль предлагаться не будет совсем. Но здесь, в США, эти седаны все еще продаются. Где-то по цене до 30 тысяч долларов. И я думаю, они будут вполне неплохо расходиться. Только гибрид. Два электромотора и бензиновый двигатель у переднеприводных версий. Три электромотора у полноприводных версий. Мощность с тремя, будем говорить так, моторами. 223 лошадиные силы, если не ошибаюсь. А вот с тремя, чуточку выше, 235. Если я правильно запомнил тойотовских инженеров. Дверная ручка абсолютно такая же, как и раньше. Двери такие же тоненькие, как и были. Но зато внутри мы имеем совершенно новый интерьер. Да, это не панель-телевизор, как у BMW. Но чем-то напоминает новые внедорожники Lexus GX. Что я имею в виду, это панель приборов с экраном внутри одна. И вот такой вот аккуратно интегрированный телевизор, назовем его так, находится здесь. Это предсерийный прототип. Видите, ничего не включается. Но здесь есть реальные аппаратные клавиши, которые прожимаются. Это очень приятно. Причем они, как в старом кубике Рубика, чуть-чуть люфтят. Я надеюсь, что это просто огрехи предсерийной сборки. Но, в принципе, людям, которые привыкли к старым советским японским магнитофонам из 80-х, вот это вот люфтящее даже понравится. Очень интересная такая диванная обивка в клеточку вот здесь сделана. Отсылка к прежним автомобилям в виде вот такой вот линии тойотовская. Зарядка для телефона, пространство здесь, три USB разъема присутствуют. Точно такие же, как и раньше, подстаканники. Такой не очень глубокий бардачок. Кнопка паркинга. Все на своих местах, даже руль не очень сильно изменился. Да, по дизайну он стал другой. Новомодные, очень мне не нравящиеся такие глянцевые кнопки. Но при этом они настоящие и прожимаются. Что тоже хорошо, никаких сенсорных панелей здесь нет. Здорово. Маленький дополнительный экранчик, даже не знаю, для чего присутствуют здесь. Ну что ж, вот таким вот совсем коротким оказалось знакомство с обновленным, ну, тойотовцы говорят, девятым поколением Toyota Camry. Что можно сказать в конце? Модернизация этому автомобилю пошла на пользу, но 2017 год. Это то, когда мы увидели этот автомобиль впервые. Да, в 2020 году он перенес модернизацию, и вот сейчас очередная глубокая модернизация. Да, отрезаны двигатели, осталась только гибридная силовая установка, изменилась внешность, но по факту это прежний автомобиль. Многие производители идут по пути Toyota, не вкладываясь в бензиновые автомобили, а развивая электрическую тему финансы. Все идут туда. Toyota пошла тем же путем, всего лишь обновив свою Camry. И очень похоже, ребята, что, наверное, перед нами последнее поколение Toyota Camry в том виде, в котором мы привыкли его видеть. Возможно, следующее поколение автомобилей с этим названием уже будет и не седаном, и без бензиновых двигателей, а только с электрическими. Но это будет уже совершенно другая история Camry. Немножко грустно, но пока вы можете купить эту машину и за очень небольшие деньги. Напомню, в США она будет продаваться что-то в районе 30 тысяч долларов за базовую версию. Пока, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok